День с толком И неожиданное похудение Как и где в крае лечат диабетиков Расскажем в неделю профилактики коварной болезни Цвет волны, стиль милитари и наряды из переработанного пластика Чем удивляли на всероссийском конкурсе местные кутюрье Сегодня в Барнауле пьяный тракторист устроил ДТП Авария произошла утром на Павловском тракте Известно, что 20-летний водитель выехал на полосу встречного движения Спровоцировав массовую аварию При этом в одном микроавтобусе находились дети, учащиеся спортивной школы Предварительно установлено, что один ребенок получил травмы Также пострадал его тренер Прокурор Алтайского края Антон Герман назначил проверку Чтобы выяснить, соблюдались ли правила перевозки несовершеннолетних А тем временем уже стало известно, что водитель трактора Который и устроил ДТП В момент аварии находился в алкогольном опьянении Больше 10 человек, которые находятся в федеральном розыске задержали на пунктах пропуска Алтайского края за два месяца Речь идет о пунктах пропуска в Кулундинском и Рубцовском районах Среди задержанных есть и иностранцы, разыскиваемые за преступления связанные с наркотическими средствами, подделкой документов и даже за преступления, связанные с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка Как сообщают в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю некоторые злоумышленники уже несколько лет скрывались от правоохранительных органов Все задержанные переданы сотрудникам полиции Переходим к другой теме Больше 100 тысяч жителей нашего края страдают сахарным диабетом Это весьма коварное заболевание при тяжелых формах, которого можно даже лишиться конечностей При этом выявляют болезнь с каждым годом все чаще Где и как в нашем крае лечат диабетиков и как не пополнить их ряды в неделю профилактики от диабета расскажем прямо сейчас Сейчас измерим глюкозу, глюкометром, введем сюда показания и непрерывный монитор будет нам отражать ежеминутно показатели гликемии Эта маленькая коробочка под названием инсулиновая помпа вот уже много лет спасает жизнь Сергею Сычеву Первый, то есть самый опасный тип диабета у него обнаружили 20 лет назад когда Сергей был еще подростком Среди первых симптомов заметил сухость во рту, жажду и неожиданное похудение Дальше все лишь обострялось Один глаз тоже у меня видит плохо Тоже это осложнение диабета, которое не смогли В прошлом году мне делали операцию на глаз Но спасти его не смогли То есть вижу по сути я одним глазом Из-за диабета у Сергея также проблемы с почками Одна плохо работает, второй вовсе лишился из-за воспаления Поэтому приходится три раза в неделю посещать процедуру диализа где аппарат сам выводит остатки продуктов жизнедеятельности Еще можно заработать деменцию, миокардию, даже инсульт Такому риску подвержено свыше 100 тысяч жителей Алтайского края с диагнозом диабет При том число вновь выявленных больных с каждым годом растет Второй тип диабета, который связан в большей степени с влиянием внешних факторов окружающей среды, с малоподвижным образом жизни, со стрессами, с перееданием, с ожирением Ну вот количество таких больных становится больше Радует одно, что больше стало и средств помощи диабетикам по всей России Например, школа, в которой больным на примере повседневных ситуаций рассказывают об инсулине, о правилах ухода за ногами и глазами а также о том, как вести себя при беременности Есть и новшества в науке Появились новые препараты для лечения сахарного диабета второго типа так называемые инновационные препараты которые воздействуют на разные звенья патогенеза то есть на разные причины развития диабета второго типа Есть современные инсулины, которые более физиологично работают по сравнению с теми инсулинами, которые были 20-25 лет назад Также сейчас за рубежом разрабатывают вакцину которая отложит появление первого типа диабета на несколько лет Однако, когда ее запустят в широкое обращение, неизвестно Врачи в качестве профилактики весьма коварного заболевания рекомендуют вести исключительно здоровый образ жизни и периодически проверять сахар в крови Ведь половина диабетиков по всему миру даже не подозревают о судьбоносном заболевании Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев День с толком Из Барнаула сегодня отправились две фуры с гуманитарной помощью для бойцов из Алтайского края В следующем сюжете расскажем, как волонтерам, самым обычным жителям удается организовать колоссальную работу, собрать вещи, отсортировать их и отправить целые фуры в зону СВО Совсем скоро эти машины отправятся в зону СВО В Барнауле загружают очередные фуры с гуманитарной помощью для алтайских бойцов Здесь все самое необходимое Медикаменты, продукты питания, инструменты, генераторы прибора, ночного видения, каски, бронежилеты 60 тонн, две фуры И все это собрали всем миром Это очень добрые, отзывчивые люди Жители Алтайского края, повторюсь, из всех районов, которым небезразличны Наши бойцы, которые находятся в зоне СВО Также жены военнослужащих, родители, родственники наших бойцов Сбор помощи организовали волонтеры движения «Сибирь своих не бросает» Группа начала свою работу в октябре прошлого года в Олейске Сегодня за этим движением стоит более 700 человек Волонтера уже отправили около 20 гуманитарных грузов в зону СВО Сегодня объем помощи растет и требуется уже не газелька, как раньше, а целые фуры Поэтому в этот раз волонтеры обратились за помощью в доставке груза К депутату Алтайского ЗАГС Собрания Максиму Банных Огромную благодарность от лица бойцов хочу выразить жителям Алтайского края Всем неравнодушным людям Банных Максиму Анатольевичу За доставку гуманитарного груза в зону СВО Мы, русские, своих не бросаем Последние две недели вещи свозились сюда В Краевой поисково-спасательный центр И здесь очень помогли сами спасатели Которые сегодня также помогают загружать фуры В этом деле лишние руки совсем не лишние Это не первая отправка Мы отправкой занимаемся уже, похоже, с апреля 2022 года Оказываем такое всяческое содействие Никто никогда ни от чего не оказывается Все участвуют Хотя у нас есть непосредственно свои работы А в этом это наш долг 60 тонн помощи алтайским ребятам уже сегодня отправились в путь Машины будут на месте ориентировочно через 4 дня Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День Столка Автобусных маршрутов до крупнейшего пивоваренного завода Может стать больше С такой просьбой руководство предприятия Обратилось к главе Барнаула Вячеслава Франку Варианты по решению проблемы Обсудили во время экскурсии мэра по заводу Крупнейшему многоотраслевому заводу Сибири По производству натурального пива и напитка В этом году исполнилось 45 лет Он выпускает 30 видов пивной продукции И 33 безалкогольные, чаи, лимонады, квасы и многое другое Масштабы производства на днях оценил глава города Вячеслав Франк Основная задача была познакомить главу нашего города с предприятием Знакомство Был акцент сделан на импортозамещение Мы показали, какие виды продукции мы заместили И второй акцент был сделан на маркировку Вся продукция предприятия производится из натуральных ингредиентов Воду для напитков добывают из 10 собственных скважин Качественный ячмень, что закупают у ведущих производителей Поступает на свою же солодовню Ежегодно на предприятии проводят комплекс работ по модернизации производства По итогам 10 месяцев текущего года Налоговые отчисления заводов в городской бюджет превысили 19 миллионов рублей В ходе экскурсии были озвучены и сложности, с которыми сталкивается предприятие Основная это все-таки транспортная проблема Были сокращены ряд маршрутов, либо урезаны И сотрудники завода выходили с коллективным обращением на меня Просили решить эти вопросы Соответственно мы их транслировали на главе нашего города Будем готовить письмо Уже с деталями, с указанием откуда Значит, какой маршрут Просили бы мы либо добавить Либо увеличить, значит, ну, автобусы В ходе экскурсии мэр города высоко оценил выстроенную систему производства По завершению визита Вячеслав Франк продегустировал безалкогольную продукцию завода И ее вкусом остался доволен Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин День Столка Одежда из мусорки, военная снегурочка Больше подходит девиз «С помойки на праздник» Концепция у нас состоит в изделиях с переработанного пластика У нас есть корсеты, украшенные пластиковыми пакетами Как пришла идея? Идея нам пришла в том, что мы сортируем мусор И вот все семьей, роднёй увлекаемся сортировкой И решили передать эту концепцию, что можно и использовать это и в фэшн-индустрии Это лишь одна из 11 коллекций, которые представили на четвёртом ежегодном этапе Всероссийского конкурса дизайнеров «Русский силуэт» Конкуренция между участниками этого года серьёзная, отмечают судьи Одна из причин – чёткое следование трендом Поэтому никакого оверсайза Если в молодёжной одежде очень много сейчас Таких полупрозрачных тканей И идёт культ тела И мы видим сейчас, как заполнены залы И люди следят за собой То в более взрослом возрасте Ну, конечно, эта тенденция, она не столь явно выражена Из локальных конкурсных тенденций Можно отметить традиционно русский стиль Выраженной коллекцией «Снегурочка» По мотивам одноимённой картины Зворыкина Белый здесь смешан с оливковым Суровый милитарь едва ли прослеживается в нежных женственных костюмах Выдаёт военный стиль практичность Это, если что, настоящая кожа Она практична То есть можно Плач использовать Сюда можно что-то положить Спокойно, да Вот, кстати, это кокошник Снегурочки из иллюстрации Милитарь в целом был популярен среди модельеров Чего только стоит одежда, где сумка выполнена в стиле бронежилета А вот в коллекции под названием «2023» К военизированному стилю отнеслись маски из бижутерии Которые перекликаются с тактическими шлемами Тишина, тишина Тихо, тихо, тихо Геометрия с её причудливыми фигурами стала второй по популярности Квадраты — это олицетворение загорающихся окон многоэтажек В тихое утреннее время А вот изогнутая поверхность из гибкого стекла в другой коллекции Отсылает зрителей к статуям, на которые ориентировался дизайнер Из жизни диких кошек Так называется коллекция, ставшая лучшей Отрыв от другого дизайнера составил всего 0,2 балла Поскольку разница невелика, на февральский финальный этап в Москве поедут вдвоем Даню Кузнецов, Дмитрий Денисов, День с толком А теперь к новостям спорта В Барнауле завершилось первенство России под дзюдо Четыре дня сильнейшие спортсмены страны выясняли отношения на татами и боролись за звание лучшего Как проходил финальный день турнира, расскажем далее Финальный, он же четвертый день поединка в первенство России под дзюдо до 18 лет По регламенту в каждом из дней определяли медалистов На десерт разыграли последние четыре комплекта наград На медали претендовали в пятеро алтайских ребят Но подняться на пьедестал, увы, никому из них не удалось Тем не менее, пенис в России достойное испытание и для ребят, и для организаторов Что касается самих соревнований, да, прошло на высоком уровне То есть и Федерация дзюдо России дает высокую оценку проведения И мы рады, что нам удостоились такой оценки Всего на первенстве страны наш край представляли 28 спортсменов По итогу лучший результат среди девушек седьмое место Дарьи Зайцевой А единственная медаль для сборной Алтайского края – серебро Полученное в первый день соревнований Олегом Тепляковым В весовой категории свыше 90 килограммов Я очень гордился первый день за то, что я смог отбороться достойно Заработать медаль для нашего края, довольно беспокоить травму Но я реабилитировался как мог, как можно быстрее к первенству России Вот что и вышло Сейчас планирую восстановиться полностью и там уже начать завоевать медали Конечно, конкуренция огромная, страна большая, огромная И в каждом регионе есть свои лидеры Есть, как говорится, черные лошадки, которые вылезли, выскочили Ну, доминирует, конечно, Кавказ у нас Доминирует это однозначно Когда они уже, можно сказать, родились в кимоно Поэтому, ну, судя по результату, конечно, да, Кавказ он обогнал всех Жалко, у нас в Сибирском федеральном округе очень слабенький результат Ну, будем стараться, будем работать Этот турнир надолго останется в памяти любителей джидо Ведь турнира такого масштаба не было почти 30 лет И хочется верить, что такие праздники спорта в Краевой столице будут чаще Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин День с толком И в завершение выпуска юные алтайские хоккеисты взяли золото на соревнованиях в Белоруссии Спортсмены из поселка Новый Зорий Павловского района обошли несколько команд из Минской и Брестской области Свой поход за золотыми медалями скифы начали матчем против Минского Динамо Джуниверси и обыграли их счетом 13-0 Дальше со счетом 6-2 обошли ребята из школы имени Руслана Салея И еще одну встречу алтайские хоккеисты выиграли со счетом 8-1 Тем самым наши спортсмены прошли финал В главном матче их ждал грозный соперник из хоккейной команды «Юность Минск» Но огромное желание победить, мастерство и командный дух принесли скифам золото в главном матче турнира Победа 4-2 Белорусский кубок первых едет в Барнаул А у меня на этом все новости Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях Для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует Ну а дальше узнаем, какой будет погода Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok